Субтитры сделал DimaTorzok Не обращайте внимания, этого нет, это мираж И в общем-то мы продолжаем Понеслось Я выхожу на школьный двор Тут на кострах стоит множество кастрюль Над ними, словно пчелы, над цветами копошатся женщины Я замечаю Сасаки-сан в фартуке Она тоже видит нас и, выброшусь из круга женщин, спешит в нашу сторону Сегодня у нас карри? Улыбается Сасаки-сан Буду ждать с нетерпением Ахибари-чан где? Она сказала, что пойдет играть в снежки с Ароэ-чан и детьми Кстати, вот по поводу предыдущей серии Я тут пока полтора часа бегала Подумала, вот знаете, о чем У меня просто, знаете, иногда версии появляются И я не буду утверждать, что это точно так будет У меня просто иногда появляются версии И я их вам, в общем-то, доношу Может интересно ли быть так, что на самом деле главным психом во всей этой компашке реально является Танамура Ну, то есть, это был бы интересный ход Прикиньте, если мы нашли его изначально в церкви, когда он уже был поехавший То есть, он увидел смерть своих родных Съехал примерно тогда же И, в общем-то, забрал меч И, ну, как бы Просто, ну, допустим Допустим, если это так То, как бы У него меч Он единственный чувак, у которого оружие И он умеет им пользоваться То есть Такие вот моменты А вот Кувагата, на которого я там грешу Там, да, в какой-то степени Он, может быть, наоборот выступит С какой-то такой Позиции защитника В какой-то момент Чисто, да, вот так Теоретически И после этого Кавасы Обратить на него внимание Как на мужчину Ну, чисто вот такие вот моменты Мне иногда приходят в голову Либо, не знаю Хотя, конечно, то, что нам дали В какой-то момент поиграть за Кувагата Мне все-таки очень большие подозрения вызывают Мне это вообще не нравится Я уже высказывала по этому поводу Свои мысли Не буду повторяться Ладно, давайте дальше Мне хорошо Ей тоже нужно работать Она все время играет Танамура-сан Не надо тут курить Извини, извини Танамура-сан убирает сигарету Обратно в пачку А где же тогда Такучон? Кувагата-сан все еще у генератора Он очень занят И даже обедать не стал Обсуждается остальными Технические вопросы В которых я ничего не понимаю Кувагат-сан остался в убежище Чтобы проверить электрогенератор Который все еще работает с перебоями Фига он разбирается и в этом Хотя, неудивительно Понятно Он выглядел повеселевшим Видимо, ему действительно нравится Возиться с приборами Каждый на своем месте Вот если все-таки брать Вариант с Кувагатой Мне кажется, что Действительно есть Такой вариант Что в какой-то момент Он съедет И там из-за ревности То, что Мне кажется Не зря нам за него дали поиграть И он видел Вот эту ситуацию Ну, которая у нас была На горячих источниках То есть он Услышал, что Юки там Переспала С Цукасой Ну, блин Эта игра Вот эти японцы Черт Они просто Никогда не знаешь Что они тебе преподнесут То есть ты только начинаешь Влюбляться там В персонажа Думаешь, ой, какой хороший Он Знаете вам, маньяк Вот так всегда Я не знаю, чего ожидать Вообще У меня столько На самом деле Мысли проносится В какие-то там моменты Я даже некоторые Успеваю забывать В общем, не знаю Такие самые крупные Я стараюсь Доносить до вас Просто банально Чтоб их не забыть В общем, ладно Танаморосон кивает Ну, я все-таки думаю Что Цукечану лучше заниматься Не физическим трудом А чем-нибудь другом Другим Говорит Танаморосон У меня же нет Никакой специальности Которая бы сейчас пригодилась Так что я готов Бораться за любую работу Отмахиваюсь я Но, пожалуйста Не притрождайся С этими словами Сасаки-сан берет меня за руку Вы так хорошо Смотритесь вместе Любовь Это прекрасно А Сасаки-сан краснеет И выпускает мою руку Дошло, да? Что-то не наедине Ну ладно Мы снова направляемся На работу в больницу Нужно еще много сделать Мы должны оставить Уход больным Уход за больными И врачам И медсестрам А самим Заняться благоустройством И еще множеством разных дел Мы ставим обратно Упавшие навесы Приколачиваем доски Чтобы не было сквозняков Стираем белье пациентов Разжигаем огонь И кипятим воду Больные часто останавливают Меня с различными просьбами Когда я прохожу мимо Список дел просто бесконечный И к тому же Нужны люди Чтобы доставить больных в школу Мне все время Что-то поручают И я не успеваю заметить Как стемнело Я иду позади больницы Неся на плечи доски А в руках Ящик с инструментами Стены разрушены И всюду валяются обломки Я поднимаю глаза И вижу Что в верхней части стены нет А в проеме Видны внутренние помещения Я разминулся С Танамор и Саном И остался один Только я собрался Прибавить ходу Как услышал Внутри здания голос Так Что Я заглядываю в проем И вижу в темной комнате Фигуру мужчины в белом В руках у него бумаги И он просматривает их При свете фонарика Это врач Которого мы на днях уже видели Его зовут Кокизаки И Я позднее узнала Что он директор этой больницы А его отец был ее основателем Чувак Я это поняла Как только услышала Его имя Точнее увидела По-моему это очевидно Если бы больница Кокизаки называется Кокизаки просматривает документы Время от времени Нервно покосовые ногти Щеки у него запали А под глазами темные круги Из-за чего он сам похож на больного Если бы на нем Не было халаты Я не знал И я не знал Кто он То никогда бы не понял Что он врач Только блеск в глазах В остальном Он никак не соответствует Моему представлению о том Как должен выглядеть доктор Как и в прошлый раз Я чувствую Как что-то в нем Мне импонирует На этот раз то Как серьезно Он вчитывается в документы Некоторое время Спустя в комнату Заходит множество докторов Они здороваются С Кокизаки И усаживаются напротив Каждый из них В руках держит документы Похоже У них будет совещание Все это выглядит странно Вероятно Из-за контраста Между темной Разрушенной комнатой Надетыми на всех Белыми халатами Сейчас он что-то Такое нехорошее Услышит Да Из-за чего К ним придет вывод Что надо валить Либо Как бы В итоге все равно Все плохо закончится Каждый из докторов Отчитывается О текущем положении дела Кокизаки задает Уточняющие вопросы Смысл разговора Не вполне до меня доходит Так как они используют Слишком много Специальных терминов Но я понимаю Что обсуждение Полно негатива Из-за того Что у них не хватает Из-за того Что у них чего-то Не хватает И они не могут Что-то использовать Также они обсуждают Кто умер А кто никак Не идет на поправку Я узнаю несколько имен С одним из этих людей Я недавно разговаривал Похоже Что я подслушиваю То, чего не следует Так что собираюсь уйти Господа Вы в последнее время Ни о чем не забыли? Кокизаки Обводит всех Тяжелым взглядом Громко произносит Мы врачи Мы не друзья больных И не их семья В воздухе Витает напряжение И не должен шуметь Так что о том Чтобы ретироваться Не может идти и речь В последнее время Вы слишком много Расточительны Все разболтались Мы не можем себе позволить Тратить силы Или лекарства На безнадежных больных Если вы думаете Что все так же Как и раньше То это проблема Но Громко возражает Один из докторов Что? Кокизаки переводит На него взгляд Разве это не обязанность Врача Помочь пациенту Преодолеть страх Отчаяние Повисает тишина Похоже Что большинство На стороне доктора Задавшего вопрос Кокизаки Оглядывает их И продолжает Совершенно верно Тогда Но не ошибитесь Главнейшая цель Врача Спасти жизнь пациента Это наш долг Спасать жизнь А в итоге Люди начинают Требовать Личного подхода И нравственности Не нужно Менять приоритеты Если вы думаете Что спасти их сердца Так же важно Как спасти их жизни То вы недостаточно Компетентны Чтобы быть врачом Наденьте рясу И становитесь монахом Врачи постепенно затихают Кокизаки Некоторое время ждет Чтобы убедиться Что возражения Не последуют После чего продолжает Я понимаю Что вы отчаялись Его голос Становится мягче У нас нет Электричества И чистой воды И это означает Что это учреждение Больше не может быть больницей Мы не можем использовать Наши знания и опыт Чтобы лечить Даже если мы знаем Как спасти людей Которые перед нами Они умрут Потому что нам нечем Их лечить Сложно читать Как-то я не понимаю Где он точку ставит К тому же Мы потеряли Многих опытных работников Иногда Мы не можем Предоставить Специалистов Медиков Что приводит К печальным последствиям Не будет преувеличением Сказать Что больницы Как и Заки Мертва И в плане оснащения И в плане персонала И как больничный комплекс Представляющий Современную медицину Он смотрит на часы Больницы Как и Заки Время смерти 19.43 Он обводит врачей взглядом После недолгого умолчания Раздаются смешки В довершении этого У нас нет подходящего места Куда бы мы могли Все перенести Мы абсолютно ничего Не можем сделать В этой безнадежной ситуации Я, зная человеческую природу Хочу дать им По крайней мере Провести свои последние Не в покое Но мы Профессиональные медики На нас лежит Бремя борьбы С отчаянием И смертью Для выполнения Нашей роли Мы должны ставить Человеческую жизнь Превыше человеческой натуры Не буду вдаваться В частности Но все Что идет в разрез С этой идеей Будет в меньшем приоритете В данной ситуации Это требует Наш врачебный долг И политика больницы Если страдание пациента Увеличит его шансы на жизнь Заставьте его страдать Если потребуется Будьте плохими парнями Пока вы работаете здесь Я требую ставить жизнь Превыше всего остального Я хочу, чтобы вы были врачами А уже потом людьми Ради этой цели Выкиньте свои сердца А где озвучка? Он заканчивает речь И снова обводит всех взглядом Никто не произносит ни слова Простите, что отняло вас время Возвращайтесь на свои места Это все Ну, в принципе, его можно понять Потому что, как бы Ситуация не та Че? Напевает Орое про себя Про себя? Не похоже Выкладывая в ряд камней Для игры Го На блестящем полу спортзала Что это за песня? Сасаки-сан удивленно Наклоняет голову Не знаю Может, ты ее спросишь? Отвечает Танамура-сан Сасаки-сан садится Перед Орое и спрашивает Орое-чан Как называется песня Которую ты поешь? Орое не отвечает И возвращается К своему занятию Сасаки-сан задумавшись Садится обратно Бесполезно спрашивать К тому же Она в основном Поет песни Без названия Каваса-сан сидит За спиной Орое В одной руке У нее пирожок В другой комикс В любом случае Она явно в хорошем настроении Улыбается Танамура-сан Глядя в потолок Кувага-то что-то давно не виден, да? После обеда Люди в убежище Отдыхают и занимаются Своими делами Студенты слушают музыку Через наушники Пожилые читают книги Дети собираются Вокруг карманах Игровых консолей Танамура-сан прилег Было, сказав Что переел За обедом Переел? Вряд ли Но его пригласили Сыграть в Маджонг И он ушел Кувага-то-сана нет Так как он все время Возьмите с генератором Мне нечем заняться Так что я просто Отдыхаю в спортзале Вместе с Исаки-саном Каваса-сан Развлекаешься, Цукаса? Каваса-сан закончила Читать комикс А теперь смотрит на меня Я передаю ей спандер Она неловко сжимает Его несколько раз Я все Она хмурится И останавливается Как ты можешь Заниматься этим каждый день? Ты так хочешь Хорошо играть на фортепиано? Это уже привычка Понятно Каваса-сан смотрит на спандер Эй Ей может понравиться Надо дать ей попробовать Она берет Ароя за руку И вкладывает спандера ей в ладонь Ароя удивленно на него смотрит Каваса-сан кладет свою руку Поверх руки Ароя сжимает Ну как? Каваса-сан отпускает руку И спандер падает на пол Ароя возвращается К выкладыванию кусочков Словно ничего не произошло Думаю ей не очень понравилось Каваса-сан поднимает Спандера Возвращает мне У Амако-сан Есть причина этим заниматься Но я не понимаю Почему Ароя так нравится Ее занятие Сасаки-сан смотрит на фишки Которые выложила Ароя А почему кошке нравится Гоняться за фантиком? Это тот же вариант Камни Го перед Ароей образовали три ряда Она начинает выкладывать четвертый Она ставит их неуклюже Но фишки оказываются на равном расстоянии друг от друга Словно вымеренные по линейке И линии совершенно прямые Без изгибов Словно это делал автомат Ароя время от времени счастливо улыбается Ты права Может она перфекционист Кааса-сан задумывается Ей очень нравится выкладывать в линию одинаковые предметы Повторять одинаковые движения Или собирать разбитые вещи Это все, наверное, из-за болезни Я слышала по телевизору, что такое бывает Но не уверена, что это все из-за болезни Ей, может, что-то просто нравится Она же любит кофе Я уже заметила, но думаю, тут что-то другое Размышляет слух Кааса-сан Другое? Да Она, может, вовсе и не любит кофе Что ты имеешь в виду? Ну Подожди Сначала мне нужно для себя самой все разложить по полочкам Поглядев некоторое время в потолок, Кааса-сан говорит Во-первых, она пьет всегда из одной и той же кружки, верно? Ты права Это та кружка Во-вторых, она пьет черный кофе Не будет пить, если ты нальешь туда молока А может, просто она любит такой? Может и так, но она же пьет молоко И сладости она ест Ладно, это пока оставим В-третьих, она пьет кофе только в определенное время Ну, ее приучили, может быть, просто банально Но она же просит кофе даже днем Тут ты ошибаешься Она пьет его только перед сном И днем, и ночью после кофе она идет спать, правильно? Я никогда не обращал внимания Но так и есть Я думаю, что Ароя пьет кофе только потому, что у нее правило такое Пить кофе перед сном Она всегда одинаково ест и одевается Вот что я думаю Что? Должно быть, у нее правило, что когда ей хочется спать, она должна перед сном выпить из этой чашки черный кофе В самом деле? Я имею ввиду, что она не обращает внимания на запах кофе Скорее всего, потому что он ей не нравится И если это правда, то, как я понимаю, Ароя интересует только правило и повторяемость И если это все из-за болезни То, скорее всего, по-настоящему человеческих желаний у нее нет Что значит человеческих желаний? Не знаю, как объяснить, но... Ты каждый день тренируешь руку не потому, что тебе это нравится, а потому что не можешь двигать рукой, так? Ты делаешь это не потому, что это приятно Это не как у обычных людей А, понятно Да Ты не сам решил этим заниматься Наверное, тебе пришлось... Ты был вынужден так делать Хавасан скрещивает на груди руки Если так и есть, ее болезнь сделала это для нее единственным удовольствием И она не знает другого Мне ее жаль Но в этом же нет ничего особенного, ведь так? Я уверена, что многие делают не то, что им хочется Но мне это не нравится Должно же быть что-то еще Я имею ввиду, что ее болезнь для нее... Все Для нее все Бормочет Ароя, выкладывая фишки в ряд Ароя должна испытать много чувств Она просто их не показывает, но они у нее есть Если у Ароя такие чувства... Я их не вижу Мне это не нравится Заявляет Каваса-сан Я тоже не вижу Но они же должны быть Сукаса, как ты вообще можешь такое говорить? Каваса-сан смотрит на меня Не думаю, что если ты чего-то не видишь, то этого не существует Я думаю, это ужасно И досадно тоже Ты так не считаешь? Она не злится, не плачет, но она напряжена Ты права? Я не подумал Извини Извинись я, так что Каваса-сан расслабляется и вздыхает Говорю, что ничего в этом хорошего нет Я имею ввиду, что ты тупой И что такой парень... Чем такой парень приглянулся Юкачи? Мне-то все равно, хотя... Хибари? Саки-сан смотрит на меня, но быстро отводит взгляд, когда наши глаза встречаются Амако-сан тебе не нравится? Я его не ненавижу, просто... А что-то я все еще тут Что? Нет, ничего, я уже молчу А кстати, почему ты молчишь, когда мы говорим об этом перед тобой? А что я должен был что-то сказать? Видишь? Блин Каваса-сан вздыхает и замолкает Сасаки-сан удивленно на нее смотрит Ароя кладет фишку на пол Фишка издает звенящий звук и Ароя смеется Где Кувагата? В конце концов, меня зовет студент из административного отдела И я направляюсь к навесу во дворе школы Люди из администрации сидят вокруг... КАХ! Сидят вокруг костра Здесь же и Кувагата-сан с Танамуру-саном заняты разговором О, Танамура-кун! А ты не знаешь Танамуру-сана из Сэйбу-кан? Удивленно спрашивает Хидосан А, это то обветшало дадзю Кивает Танамуру-сан Так, что-то я, по-моему, неправильно прочитала, нет? Оно не обветшало, а с длинной историей И Танамуру-сан был известным мастером боевых искусств Может ли его сын так выглядеть? Про папашку говорят Хидосан смотрит на золотистые волосы Танамуру-сана Это касается прически Не знаю Он никогда не говорил об этом ничего конкретного Наверное, просто махнул рукой Но ты же тренировался дома, правда? Ты наверняка сильный Можешь как-нибудь со мной сразиться? Я однажды участвовал в соревнованиях, но уже давно не практиковался Вы состояли в силах самообороны, так? И там участвовали в соревнованиях? Люди из полиции сил самообороны опасны, так как отлично подготовлены Я беспокоен тем, что ты сравниваешь меня с полицией Хидосан в замешательстве чешет затылок Прости Похоже, все уже собрались Заканчивает он свой разговор с Танамуру-саном и встает Видите, вот опять же, то что Танамуру-сан, ты, наверное, очень сильный Вот такие моменты, знаете, вот такие мелочи Они заставляют меня задумываться о плохом в этой игре Хидосан не то чтобы высокий, но его тело крепкое, как у медведя И у него есть уникальная аура Он такой, что люди сами собой посмотрят на него, когда он встанет Спасибо всем собравшимся Сегодня вы хорошо поработали Покажите мне Кувагату Затем Хидосан переходит к планам на завтра И какой работой нам нужно будет заняться Завтра мы идем переселять пациентов Танамуру-сан назначен на их переноску Кувагата-сан будет заниматься медицинским оборудованием А я помогать с разными мелкими делами в больнице Должно быть, Хидосан узнал про мою руку С увеличением числа раненых и больных Нагрузка на нас будет все больше Но в такой ситуации давайте работать дружно Но не надо надрываться Если вы устали или заболели Не стесняйтесь сказать мне об этом А то вы, ребята, вечно работаете Пока совсем не выбьетесь из сил Да, по-моему так Думаю, стоит немного сбавить темп И так слишком много больных и раненых А то если это так и будет продолжаться Все свалятся и останусь один я Сам Хидосан выглядит так, будто проработает и неделю без еды Шутит кто-то Да ладно Может я таким не выгляжу Но я не очень крепкий Разрешите мне вкусно поесть с вами Ребята Но люди из сил самообороны могут даже змеи есть, правда? Они съедобные Но Надо завтра класть Но не надо завтра класть передо мной Наслал жареную змею, ладно? И что вы такой скучный? Говорит кто-то еще Слушайте Я уже устал от твоих Слушай, точнее, да Устал от твоих розыгрышей Как-то это Только что со мной сегодня такое Ты только и думаешь Как бы меня еще раз играть Ведь так? Шутит Хидосан и хмурится Люди смеются И еще Я слышала, что сегодня в спортзале были какие-то проблемы Так, а какие проблемы такие? И почему Кувагата-сан так долго молчит? Простите Да Сузуки-сан и Ямаоко-сан пожаловали Что им слишком мало места, чтобы нормально жить Вы имеете в виду, что дети жалуются на нехватку места? Да Мы поговорили с ними, и они поняли Ясно Как все уже заметили Нервничать начинают именно с семьи с детьми Сложно, когда есть как его защищать Мы не можем быть эмоциональными Если это такая проблема, в которой мы не можем пойти на компромисс То мы должны их выслушивать терпеливо, объяснять, пока они не поймут Даже не думайте их переубеждать Объясните им Понятно Если кто-то, кого-то что-то беспокоит Мы должны об этом знать, хорошо? Тем более, что у людей из административного отдела Все равно никого больше нет И тут я понимаю, что нас объединяет одно Мы все здесь одиноки Ни у кого нет отца Нет У кого нет отца Ни у кого нет отца или супруги Большинство из нас жили одни Так как были студентами Верно Это тоже проблема, но с ней мы легко справимся Впрочем, я уверен, что порой это может казаться непросто Если у кого-либо есть проблемы или сомнения, которыми вы ни с кем не можете поделиться Приходите и поговорите со мной Я внимательно выслушаю вас Будь это проблемы в любви или с сексом Странные японцы все-таки Проблемы в любви или с сексом? Речь совсем о другом Это уже сексуальное домогательство Ну вот да, как-то не в тему это вообще Возражает женщина Ладно Тогда я позволю вам спрашивать меня обо всем остальном Говорит Хидо-сан с сожалением в голосе Для начала Вы скажите, что необходимо Достаточно есть и спать Да? 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 Как вы узнали? Вы что, читаете мои мысли? Хидо-сан делает удивленное выражение лица И все смеются Что-то как-то я сегодня хреново читаю Я извиняюсь Как бы там ни было Хидо-сан кашляет Вы бежащиеся Сейчас будет некоторая неразбериха Но нас она захватить не должна Нам нужно регулярно обсуждать происходящее Чтобы мы могли сделать соответствующие распоряжения Если беженцы попадут в беду Не держите проблемы или что-то, чего вы не понимаете в себе Спросите кого-нибудь Пожалуйста, помните об этом Окей Хорошо Ясно И это все, что я хотела вам сказать Увидимся завтра Не удивлюсь, если Куагата пойдет говорить о проблемах С сексом Встреча заканчивается и люди начинают переговариваться Ээээ, Амако-кун Ты был на семинаре профессора? Меня он тоже заинтересовал Что это за школа такая? У тебя так красивые пальцы, Амако-сан Ты играешь на фортепиано, правда? По тебе сразу видно Танамуру-сан Здесь я тоже занимался кэндо Я знаю кое-кого, кто ходил в ваше Дадзё Вы помните парня по имени Канека? Дело в атмосфере, на севере Такое ощущение, что они навязывают рациональную игру И это напрягает А на каком сервере играешь ты, Куагата-сан? Сервере, не севере Ладно Куагата-сан так ничего не ответил От того, что здесь столько людей, я ещё сильнее устал Моё тело словно свинцовое Я не могу ни о чём думать Сказав что-то подходящее, я ухожу Как только я выхожу из-под навеса Мои плечи начинают покрываться снегом Оказалось, снега подсильнее, чем я думал Я предлагаю на этом моменте остановиться Потому что у меня почему-то сейчас возникло такое ощущение Что мы сейчас отойдём и Куагата за нами пойдёт Не знаю, вот чисто мысль появилась И если я права, или если сейчас что-то случится Если сейчас будут какие-то долгие думы Лучше это всё оставить на следующую серию Тем более, что это уже действительно подходит к концу Надеюсь, что она вам понравилась В общем-то, если это так, ставьте пальцы вверх Подписывайтесь Не пропустите продолжение И, в общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание С вами была Севн Всем удачи